привет друзья сегодня как и обещал прямой эфир будет с одной из моих учениц с юлей которая проживает в вашингтоне она занимается у меня уже где-то три года выступает на соревнованиях и сегодня мы поотвечаем с юлей на ваши вопросы как и обещали для подключиться к нам к эфиру вопросы кое-какие вы уже накидали но и в прямом эфире тоже если что можете набрасывать ваши вопросы юля привет привет его что ты опять вся превратилась в очень-очень худую девушку ты можешь сесть где-нибудь чтобы свет не сзади было то будет отсвечивать но сейчас секунду там нам уже накидали вопросы заранее одна девушка прислала по моему там штук 7 вопросов у меня записано все сколько тебе осталось до сцены пару дней так лучше бутылки будут на заднем фоне ничего страшного расскажешь что за бутылки увидим что ты пьешь водка пиво коньяк на чем подходит проходит твоя подготовка тебе уже остается пару дней до до у меня уже послезавтра ну выглядишь бодро сегодня не как будто на сушке ты знаешь волнами все идет один день плохое настроение другой день хорошая ну логично это у тебя какие будут уже третье соревнования третий раз да и чтобы люди понимали у тебя будет сложность ты будешь выступать в субботу вот в эту да и через неделю сразу будут еще одни соревнования да я в прошлый раз делала примерно так же но у меня была была разница две недели в этот раз неделя всего но на самом деле неделя даже проще потому что две недели еще держать себя пытаться удерживать форме намного сложнее до психологически но в этот раз мы подготовились чуть-чуть немножечко по-другому да и не так экстремально но это не значит что тяжело было да я есть что рассказать да и есть но рассказывай да мы все в америке живем друзья вот спрашивают рассказываю мы все слушаем ну вот я общалась я просто помню общалась с девушкой она выступала со мной кстати в прошлом году в орландо и и она выступала в этом году в орнольд классик и я тебе по-моему рассказывала она по какой-то ошибки ее номер был пропущен и она просто можно сказать готовилась пустую она вышла уже там в конце но судей и даже не засчитали почему я не знаю ее номер как-то пропустили и судьи уже не успели выставить никаких баллов и она просто вышла так для галочки уже потом и она рассказывала мне что в последнюю неделю у нее было такое чувство как будто она как будто ты умираешь и я тогда у меня был какой месяц второй подготовки и я подумала что как-то странно но я пока себя так не чувствую но я вот вот эту неделю у меня было правда такое ощущение я тебе говорила что у меня было в один день чувство как будто я больно смертельно я сейчас умру вот организм такое состояние какой-то паники непонятной но на самом деле все понятно ты же ограничиваешь себя в еде все равно и люди должны понимать что выступление на соревнованиях это все-таки определенный риск особенно для девушек когда понижается очень сильно жировые запасы в организме и под кожей и между мышцами но что самое главное понимать что когда вы тренируетесь просто для того чтобы хорошо себя чувствовать хорошо выглядеть вы не подвергаете свое здоровье риску на больше всего приближаетесь к к вашей идеальной форме и именно той форме не которые вот показывают сейчас в америке от бикини требует очень сильного рельефа при хорошей мускулатуре то есть то к чему стремилась вся федерация и для чего создавалась бикини чтобы показывать женскую красоту вот какой мы показываем с юлей в россии кстати оценили бы больше эту форму которую мы стане тоже подготовили здесь в америке уже в бикини не ценятся и требуют опять-таки жесткость смысла в этом нет насколько ты рассказывала видео прошлых что на прошлой подготовке у тебя первый раз когда мы готовились пропал цикл да и он почти три месяца не восстанавливался да на этот на этой подготовке мы смогли его сохранить да что очень очень важно для женского здоровья да и это здорово конечно чувствуется отличие вот то что тогда у тебя пропало и что сейчас все нормально есть какие-то по именно физические ощущения по здоровью как-то это ощущается нет никак не ощущается но единственное что я понимаю что все нормально то есть организм функционирует еще хорошо еще вопрос вот тут прозвучал отжимаемся мы и подтягиваемся то есть люди подозревают что то чему я учу людей как-то отличается от того что я даю к примеру тебе да естественно я подтягиваюсь стараюсь по крайней мере у меня еще с этим сложно это я стараюсь не используя тренажер сама подтягиваться с резинкой но пока у меня получается два-три раза неплохо но смысл в том что мы все-таки это делаем мы стараемся и подтягиваться и отжиматься от брусьев вот задают вопрос профспорт вредит здоровью друзья вообще любая работа на результат когда вы ставите перед собой определенные серьезные цели это не есть к примеру здоровье конечно если вы ставите перед собой цель здоровья хорошо выглядеть это одно но когда есть там победить занять какое-то место достигнуть еще каких-то целей это всегда будет связано с риском да вот так кстати сказал про русских бикини я не участвовала у меня нет возможности сравнить но судя по фотографиям мне кажется там более здоровый подход в целом у них нет такой сухости действительно и у них все более женственно выглядит больше это нравится все-таки в моем понимании бикини это красивая спортивная подтянутое женское тело не перекачанное не пересушеное да и не моря на и не переморяя голодом такой какой хочет быть каждая нормальная адекватная девушка да вот так как выглядят современные американки в бикини на сцене ну мало кто хочет выглядеть и действительно это со здоровьем не имеет ничего общего да ну конечно при таком подходе у меня наверно шансов шансы есть но посмотрим вообще интересно как будет в этот раз какие будут девушки там еще в судьях будет до девушка с которой ты не стала работать я с ней тренировалась пару месяцев интересно ну что давай может быть начнем давай у тебя же есть там вот уже вопросы которые заранее были присланы да самый первый вопрос и самый распространенный какой какая разница в весе между твоим обычным весом в жизни и соревновательным какая разница в весе ну рассказывай ну конечно тут зависит все от того с чего вы начинаете с какого веса начинаете и здесь цифр нет именно у тебя вот имеют люди спрашивают именно у меня я бы сказала где-то килограмм 5-6 вот так но это в принципе нормально в идеале считается три килограмма вот чтобы для здоровья было хорошо если вы на соревнованиях отличаетесь от себя в жизни на три килограмма то значит все все у вас очень хорошо ну ты чувствуешь да что тебе все таки приходится ограничивать себя чтобы прийти вот в соревновательную форму да причем как-то интересно что я помню вот буквально там лет десять назад я была точно такого же веса меня было естественно рельефа никакого но вес был именно такой как сейчас но я не ограничивала себя вообще никак и а сейчас чтобы быть в этом весе мне нужно полуголодать но это потому что все таки зависит от того как ты себя распускаешь да ну условно в межсезонье все конечно индивидуально спрашивают применяешь ли ты какую-либо фармакологию нет нет конечно спорт пита но спорт пит я конечно употребляю это протеин бца креатин я употребляла аргинин но сейчас когда мы с тобой убрали недели две назад мы убрали все весь спорт пить полностью да вот спрашивают еще обязательно ли вставлять силикон если маленькая грудь чтобы победить друзья на любительском уровне возможно если вы будете там на голову лучше выглядеть чем все остальные вас и поставят но на серьезной сцене вам нужна будет грудь сожалению такие у нас правила да следующий вопрос у меня вот здесь какое время нужно начинать подготовка сушку жиросжигание но я знаю ты мне говоришь всегда 6-7 месяцев для комфортной подготовки мне все таки кажется это долговато мне кажется что 3-4 месяца максимум мне кажется достаточно это зависит от того в какой вы форме насколько вы себя расслабляете как хотите вы подойти к соревнованиям насколько скажем здорово да потому что если вы к примеру полгода там восемь месяцев расслаблялись ели чего хотели а потом вам нужно выходить на сцену то естественно за два месяца это будет экстремально чем короче тем экстремальней но еще нужно запомнить что чем дольше вы подходите то мы вот с юлей стараемся найти ей какую-нибудь такую форму оптимальную ну не такую сухую скажем как на сцене да но и чтобы в жизни было тоже это все красиво чтобы всегда можно было раздеться сфотографироваться какой-нибудь фото сессии и чем дольше вы готовитесь к примеру к своим соревнованиям тем для организма это лучше потому что вы будете находиться в этой форме дольше запомните все что быстро приходит также быстро и уходит и юля не то собрать все что вы быстро сгоняете потом вы все равно начнете кушать и это вернется и вас еще больше зальет чем вы были до соревнований и у меня это было я даже видео там кто смотрел у тебя на канале я говорила что я у меня было чувство как будто меня раздуло во все стороны я просто это чувствовала физически физически это есть только воды представляешь сразу тебя возвращается еще подготовишь видео до для youtube канала до после соревнований я еще запишу мои ощущения и опыт здесь вот кто-то написал по моему подруга моя про поролон в купальнике можно ли использовать и место силиконовой груди но можно конечно это как на пляже мужчина может использовать огурец лавка наверное и поролон если никто не заметит конечно можно до определенного момента но когда груди совсем нет уже не поролон не поможет какой там у тебя следующий вопрос а какие продукты предпочтительно выбрать на сушке какие оставить какие обязательно убрать но здесь тоже интересный момент такой я много читала допустим про молочку я знаю что многие убирают молочные продукты потому что они задерживают воду якобы кто-то оставляет но перед непосредственно дней 15-20 в любом случае все убирают ну да ну я встречал атлетов которые вы оставляли знаешь я нет не знаю поэтому перед соревнованиями вот непосредственно нужно отличать вот сушка друзья люди путают и фитнес-тренера почему-то вводят заблуждение сушка это максимум последние 10 дней перед соревнованиями когда вы выводите уже непосредственно воду из себя то есть когда вы уже убрали жир и вам нужно максимально убрать воду чтобы мышцы были видны все остальное это не сушка друзья это жиросжигание поэтому не путайте эти вопросы сушка на самом деле она очень-очень вредна потому что вы при том что обезжирены вы еще и обезвожены и именно бодибилдеры умирают кстати выступающие не от стероидов там от каких-то а именно от того что выходит у них очень много воды и начинаются судороги даже могут быть дорогие сердечные то есть а все что мы делали до до этой недели это было жиросжигание а то что мы делаем сейчас это сушка конечно потому что люди там ну сушка сушка как всегда фитнес вот эти выкидыши зачем-то почему-то любят все это марафоны всякие проводить им нужно придумывать а как еще удерживать почему придумывается постоянно вот такое огромное количество разнообразных упражнений просто так устроен человек одни хотят покупать другие хотят продавать и клиент приходя к тренеру думая что он будет вот сегодня тоже что-то новое получать или примеру от занимавшись там год-два до у инструктора сложно объяснить человеку что здесь на самом деле все очень просто их при в принципе за полгода можно обучить любого адекватного человека как грамотно тренироваться и чтобы человек мог тренировать уже других людей но многим же скучно да почему многие девочки не качаются да даже парни потому что скучно им железом работать там танцы веселее какие-нибудь групповые занятия вот и изобретают инструктора хоть бы что чтобы продать что-то новое а то клиент уйдет к какому-нибудь другому инструктору который знает какие-то супер упражнения нету никаких супер упражнений нет никаких супер таблеток может есть какие-нибудь супер там я не знаю уколы только и да только и да кстати вот еще вопрос касательно групповых тренировок мне подруга тоже много раз задавала эффективно ли групповые тренировки могут ли они быть эффективнее чем тренировка в зале и вот что люди потеют а вот самый главный фактор по которому они определяют эффективность тренировки это то что на групповых они потеют очень много а когда занимаются самостоятельно нет но нужно понимать еще как бы что потеть можно я и потею очень сильно от приседаний попробуйте поприседать на 15-20 раз что никакая групповая не даст такого результата но то вы там и немножко друзья нужно понимать когда вы идете на групповое занятие вы во первых все разных возрастов но даже если взять что с учетом что вы все одного возраста почитайте книжки силуянова он давно говорит что жиросжигания когда мы делаем кардио происходит только когда вы не задыхаетесь то есть если вы в момент тренировки вашей начинаете задыхаться то это говорит о том что все организм использует качестве топлива не жир и зачем это нужно да это весело время быстрее проходит можно быть в неплохой форме чисто просто в тонусе но вы же понимаете что на групповых вы не сможете качественно проработать вверх тела вы там не подтягивайтесь не отжимаетесь от брусьев не делать это упражнение а если брать девочек то у девочки так ноги сильнее и на тренирование чем вверх и поэтому на групповых вы наоборот еще дисбаланс создаете себе лишний кота лет просто жена тоже встала я его покормил но он такая тварь он думает что она не знает и у нее тоже следующий вопрос какую схему питания лучше применять углеводную волну белково-углеводное очередование ну в принципе белково-углеводное очередование и углеводная волна это примерно одно и то же если так вот вникнуть суть то смысл один и тот же самое главное и понимать что безопаснее всего это работать со всеми тремя нутриентами если к примеру убирать какой-то только один особенно для девочек убирая углеводы нужно повышать жиры белки примерно оставляют всегда на уровне либо поднимают но самое безопасное это конечно когда вы понижаете калорийность за все за счет всех нутриентов чуть-чуть за счет белка либо оставляете его и понижаете жиры и углеводы и нужно понимать что вот сейчас очень популярная вот эта безуглеводка да она на самом деле очень вредная и еще имеешь ввиду кета диета до кета диета очень вредна она для большинства людей вообще не подходит она может даже многих и в могилу загнать медики говорят что безопасно вот именно чтобы вас сильно не прибило от этой диеты максимум шесть недель максимум потому что на долгое время она очень вредна будьте очень осторожны и и люди не понимают смысл кета кета это значит углеводов не кушайте вообще вот вообще если вы хоть чуть-чуть добавляете свой рацион углеводов это не будет работать как кета это будет просто низко углеводка кета это значит вы едите только жиры и только мясо вот как чукчи где на севере у них там нет углеводов они кушают только жир и белок но не забывайте когда медики лет 50 назад по моему обеспокоились что там бедные чукчи не получают витаминов стали им давать витамины и углеводы у них стали проблемы и даже многие помирали поэтому изменение вашего привычного рациона питания это очень очень ответственный шаг я не зря написал статью как вообще переходить на правильное питание это не так что вы вот примеру ели всю жизнь в макдональдсе запивая пивом а тут раз идеально стали питаться это тоже нехорошо все нужно делать плавно и пошагово когда вы все делаете очень очень последовательно шаг за шагом тогда ваш организм не испытывает стрессов и плавно переходит на то что вы ему даете потому что резкое изменение образа жизни образа питания это тоже не есть хорошо все нужно делать плавно постепенно чем медленнее вы себя проводите к чему-то тем безопаснее для здоровья это будет есть там еще вопросы да есть по поводу соли за кремя убирать соль и как выполнять слив воды это наверно все вместе один вопрос ну друзья соль это отдельная тема ее здесь в двух словах не расскажешь там нужно вообще следить за тем как вы питаетесь за целым рационом обычно воду убирают сливают начиная пить там за 10 дней огромное количество воды примеру пьешь там пять шесть литров воды несколько дней потом снижаешь резко организм когда много пьешь очень много выводит воду и когда ты резко прекращаешь пить организм так резко не может перестроиться поэтому ты не пьешь а он продолжает избавляться от воды и вот таким образом люди убирают воду профессиональные спортсмены многие используют диуретики вот кстати о чем я говорил может вместе с манипуляции с водой да 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 вместе с манипуляцией с водой и поэтому это это самый опасный метод и это самая опасная часть подготовки к соревнованиям вот на сцене когда вы видите что человек становится плохо он там теряет сознание чаще всего это именно вот из-за того что он потерял очень много жидкости и в организме начинаются судороги не доводите себя до такого кстати когда вам тренер что нельзя пить это такое еще говорят тренера еще я помню раньше говорили мне пишут взрослые мужчины женщины кто детей водит до сих пор какие-то секции так вот советской школе ну условно да многие тренера до сих пор им запрещают пить во время тренировки после тренировки но о чем это говорит о том что люди дебилы думайте сами друзья и если ваш тренер запрещает вашему ребенку во время тренировки пить а он сильно потеет то нужно убирать из этой группы ребенка как можно быстрее потому что можно навредить здоровью человека маленького а что по поводу соли вот тоже ну мы с тобой соль убрали уже недели две назад мы это же юля сильно и не едим поэтому она сориентироваться не нужно мы стараемся вообще минимизировать поступление соли в организме потому что все что мы покупаем в магазинах сейчас она все равно уже содержит соль и дополнительно я считаю ее принимать не нужно да ну тут тоже некоторые знаю убирают за два за три дня некоторые вообще не убирают поэтому зависит от того наверное сколько вы едите зависит говорю от вашей диеты во время подготовки потому что вот этот солевой баланс он очень очень тоже важен и если неправильно неграмотно все делать то можно только навредить себе сделать еще хуже потому что есть и загрузка солевая тоже и разгрузка но лучше друзья вам если вы не собираетесь выступать на сцене даже не парьтесь об этом просто следите за тем чтобы микро макроэлементы поступали вам в нужном количестве и не играйте такими важными понятиями там полностью к примеру исключив соли наоборот обжираю солью для жиросжигания вам это совершенно совершенно не нужно даже ожидания нужно просто хорошо тренироваться силовую работу делать и нужно следить за калориями кстати ты делаешь кардио кардио да любимый вопрос кардио вот последний вопрос тоже а если смысл делать кардио либо силовые предпочтительнее я честно скажу и все знают что егор против ну не против кардио но не заставляет никого это делать не дают учеников да я пыталась делать высокоинтенсивное кардио буквально там не знаю раз в неделю и то не каждую неделю но в основном я не делаю я делаю только перетренировкой пять минут на эллипсе люди спрашивают именно как о работе да нет не делаю почему так друзья и сразу отвечу на вопрос почему делают профессионалы профессионалы делают кардио потому что у них в крови плавают анаболические гормоны постоянно если вы сравниваете себя с профессиональным бодибилдером то не стоит этого делать не верите мне возьмите книжечку силуянова простую тоненькую изотон она у меня здесь валяется там написано русским по белому что если вы делаете кардио после силовой работы то вы полностью перечеркиваете всю полезность проделанной силовой работы объясняю почему силовая работа это анаболизм запуск всех анаболических гормонов и после силовой работы вы еще будете находиться в состоянии такого мощного метаболизма как минимум сутки как минимум обычно 24 часа но друзья когда вы делаете кардио это катаболическая работа и да не буду скрывать что за единицу времени делая кардио вы пережжете в момент работы немножко больше калорий это не имеет никакого значения в перспективе потому что сжигание жира если тем более вы еще правильно это кардио делаете происходит только в момент работы вот вы прекратили кардио все все прекратилось и метаболизм после кардио работы замедляется то есть все что делает натуральный атлет и пытается получить пользу от кардио работы на самом деле это чушь и с научной точки зрения не имеет ничего общего с полезностью и не забывайте что кардио для натурального атлета будет в первую очередь пережигать не жир а мышечную массу а если вы еще не делаете силовой работы а делаете только кардио сидите на диете то вы станете худым дрыщом но жирным вы будете реально просто без мышц но жиробасом к тебе кто-то пришел? да по-моему ну открой а то нет не буду открывать а вдруг кто-то важный или почтальон нет понятно такие вот дела поэтому друзья про кардио и натуральный тренинг у меня очень много есть статей и видео уроков посмотрите не водите себя в заблуждение и уж тем более если вы тренер персональный инструктор хотя бы изучите вот эту часть чтобы понимать что кардио после силовой работы как работу делать противопоказано любому тренирующемуся натурально ну смотри вот Стефан же говорит что когда ты делаешь кардио все равно ты во время самой работы какой-то жир сжигаешь если допустим это делать в дополнение к силовым это будет помогать сжигать жир ну опять таки вот не вводи людей они тебя сейчас услышат как в дополнение после силовой тренировки нет не после а к силовым отдельно отдельно можете делать и лучше это делать не классическое кардио а интервальное кардио и если уж вы так хотите и у вас нет времени то сначала лучше сделать кардио работу в один день если а потом делать силовые чтобы польза от силовых была оставалась и чтобы организм запускал вот эти все процессы метаболизма которые происходят после хорошей полезной качественной силовой работы но здесь опять такой момент что если сделать кардио до силовой то может сил не остаться потом вот поэтому я против кардио вообще поэтому лучше хорошо поработать с отягощениями поприседать поподтягиваться ну все по крайней мере кто со мной работают видят результат без какого-либо кардио дополнительного поэтому вы видите все наглядно хотите сжигать больше мышц которых и так у многих нет пожалуйста вперед на кардио тренажер да и не у всех я считаю что это время даже экономит не у всех есть время делать по 40 минут по часу кардио конечно да не бойтесь если вы тренируетесь обычно в нормальном режиме как любой посещающий тренажерный зал у вас и сердце тренируется и оно вполне себе здоровое мы рождаемся все со здоровым сердцем когда вы тренируетесь все равно сердце будет подстраиваться под ваши нужды если конечно вы не становитесь таким килограмм на 40 за счет мышц больше но это только те кто принимают фармакологию стероиды поэтому не будет никакого несоответствия к примеру вашей фигуре и возможность сердечно-сосудистой системы все нормально тренируется все хорошо подстраивается здесь вот вопрос написали уже второй раз про аминокислоты стоит ли вводить фарентерально я не знаю что это значит друзья на самом деле все что вы вводите в виде инъекций гораздо полезнее безопаснее и лучше усваивается поэтому если у вас есть возможность колоть витамины то лучше их колоть а не пить аминокислоты вводятся в вену под капельницы не каждый это может себе позволить но это действительно в купе с хорошим питанием совсем будет иметь место быть и я знаю что профессиональные спортсмены многие делают себе капельницы с аминокислотами вот постоянно уже не раз спрашивают расскажите о целлюлите и борьбе с ним друзья целлюлит и борьба с ним все то что мы вам уже рассказали питание хорошее чистое питье никаких чаев кофе молока соков убираете все и тренируетесь у меня есть видео статьи про целлюлит почитайте не нужно думать что где то что то как то есть какие то секреты секретов нет если у вас целлюлит значит вы жрете как свинья хотите выглядеть как газель бегаете тренируетесь двигаетесь да и питаетесь соответственно уже не как свинья и массаж еще массаж кстати хорошо очень помогает но нужен массаж специальный такой когда я забыл как он называется когда с помощью массажа к данному участку тела при притекает очень много крови это в принципе очень полезно даже если у вас нет целлюлита вы хотите избавиться от жира на животе жир капливается там где кровоток замедлен либо как бы вообще очень очень маленький поэтому когда вы тренируетесь хорошо питаетесь если с помощью даже самомассажа погладили себя минут десять по животику кровь туда пришла пошли тренироваться это будет больше пользы чем делать к примеру даже упражнения на пресс да кстати такой лайфхак Егор ты мне говорил я помню еще на прошлой подготовке помассажировать допустим ягодицы ноги и потом идти тренироваться и еще баночный массаж девочки наверняка знают обычная банка не пластиковая такая мягкая резиновая в аптеке продается и намазались маслом копейки стоят очень хорошо приливает кровь кстати я вот еще рекомендую вот у меня такой тренажер есть но он очень громкий это массажер используйте его вы не представляете как классно он разбивает все равно тот кто тренируется железом хочет или не хочет он испытывает даже если он этого не чувствует спазмирование мышц у меня вот левая лопатка под левой лопаткой всегда есть спазмирование мне необходим массаж я сам делаю вот этой штукой или жена разбивает или к массажисту хожу и даже попробовав один раз делать такое вы экономите на массажистах но почувствуете как расслабляются мышцы особенно вот у меня квадрицепсы очень сильно забиты я тренируюсь в хоккей играю и они у меня постоянно в гипертонусе когда я стал использовать такие приборы я стал гораздо лучше себя чувствовать и в плане закрепощенности крепатуры все это очень очень сильно помогает поэтому настоятельно рекомендую а как он называется и где его купить можно мой называется team там вот сейчас покажу но есть есть сейчас очень много есть чуть-чуть там может на долларов 10 подороже но очень тихий и с разными режимами этот очень мощный но один режим он бьет ну сильно не каждая девочка выдержит а сейчас их в амазоне там десятки их сейчас выбирайте себе смотрите по рейтингу какой лучше и пользуйтесь люди пишут я думала это перфоратор но работает он как перфоратор да смысл у него такой поступательно возвратные движения так что вот такие друзья ну что друзья у нас время сегодня с юлей ограничено мы будем тогда потихонечку заканчивать спасибо что смотрите спасибо за ваши вопросы Юля еще выступит с нами в прямом эфире после соревнований после первых расскажет как она себя чувствует как там все прошло желаем тебе удачи снимать больше роликов для того чтобы видео получилось видео обзор получился интересный в youtube канал да постараюсь постараюсь так что друзья будьте в форме и поймите что стремление к красивому здоровому телу начинается с изменения вашего мышления если вы надеетесь что вы там посидите неделю две на диете и на всю жизнь станете красивыми то потом вернетесь к обжорству так не бывает нужно менять свой образ жизни вводить в него тренировки правильное питание и всегда себя немножечко к сожалению ограничивать но эти бонусы будут вам в виде легкости ума тела и внешнего вида вот юля живой пример да это все привычка и привычка вырабатывается и потом просто уже не замечаешь наработать связи в мозгу и все да привыкает даже к жизни без сладкого через две недели ничего страшного это правда ну все Юль удачи тебе спасибо всем пока пока я